здравствуйте дамы и господа мои подписчики мои телезрители и сегодня я хотел бы с вами поговорить о воспитании детей у меня была по-моему одна лекция на канале но может быть сегодня зайдем немножко с другой стороны и более обобщим конечно же когда у родителей нету знаний они не могут ребенку отдать то что необходимо ему особенно по программе как воспитывать ребенка как учить его что ему давать потому что мы живем в неком таком скажем так пространственном мире где настолько все переплетено ложь обман истина правда вот это все переплетено иногда зачастую так все преподносится что такая что вот эта истина вроде бы да ну вроде понятно надо так жить так делать жить на чистоту так далее и все будет хорошо но на самом деле многое из этого вообще не играет никакого значения в нашей жизни а то что играет она скрыто от нас от нашего взора от нашего понимания куда направить ребенка когда и что ему давать какие знания с какого возраста в какую школу его направить большая проблема у нас сегодня на земле грамотные школы чтобы именно учили тому чему надо прививали нашим детям с самого детства то есть это очень важные моменты многие государства эти моменты упускают хотя но западная цивилизация сейчас она делает все чтобы люди росли не образованы не развиты чтобы они не могли мыслить то есть такими людьми легче управлять когда человек само детство направляется в правильное русло в духовное русло ему даются те знания которые ему нужны чтобы в этом мире и вселенной жить и понимать как же все строится какие законы примерно в какую сторону нужно двигаться и так далее то есть все вот эти знания помогают многие люди они даже не хотят отдавать своих детей в обычные вот эти наши среднеобразовательные школы так как считают что там очень сильно могут испортить во многих странах принудительно прививки делают во многих странах допустим сексуальные какие-то уроки самого детства дают показывают злые мультфильмы например да упрощают такие такую программу школе настолько сильно упрощает что мы даже не понимаем почему это происходит зачем это там да то есть с одной стороны ребенку легче да и вам легче но он не получает именно того импульса для развития который необходим ребенку начиная себя вспоминать в советское время как мы учились какие школы были да насколько все серьезно был строго с дисциплиной с одной стороны очень правильно очень многие люди которые вырастают да иногда надо может быть даже подзатыльник там дать грубо говоря сына там дочери там ну для понимания для какого-то вот это тот волшебный подзатыльник данный в правильное время в правильном возрасте он запоминается на всю жизнь когда ты его один раз не дал этот подзатыльник для не для всех людей а для определенных людей и тогда вырастает ребенок и он вас уже не воспринимает как за авторитет потому что вы ему говорите его знаю что вы его не накажите никогда не поднимите руку еще что то то есть какие такие тонкости да нужно понимать с кем себя как вести на бывают такие дети с которым надо по-разному себе естественно вести понятно что лучше руку или не поднимать это плохо но бывают такие варианты что все-таки для блага дело это необходимо делать есть школы когда мы отдаем детей вместе там девочки мальчики был раньше были школа отдельная где отдельно девочка отдельно мальчик что-то в этом тоже есть но мне кажется это неправильно все-таки мальчики и девочка не должны учиться вместе они должны обмениваться энергии они должны видеть противоположный пол они должны развиваться смотреть друг на друга то есть когда они уже вырастают там до после 13 14 лет у них начинают гормоны они начинают учиться лучше или друг на друга обращать внимание то есть у них уже образуется в голове совершенно другие мысли когда мы спрашивали у сущностей как все-таки воспитывать ну многие люди обращаются и спрашивать тому а какие предметы нужно нашему сыну это 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 либо это большинство предметов которые обучают школе на самом деле это вообще ничего не нужно в основном нам нужно духовное развитие медитация йога и так далее мы все часто учим углубленно физику математику геометрию для большинства людей это в жизни вообще не нужно ничего не дает да это раз для развития мозга интересно хорошо там ну может для развития памяти а как это применить в жизни да иногда конечно когда ты очень хорошо развит то есть ты можешь разбираться его вальник починить и машину отремонтировать что-то собрать своими руками для этого да это дает какие-то возможно когда допустим мы примерно понимаем смотрим на ребенка какие таланты с детства у этого ребенка есть куда он тянется тогда можно ему помочь примеру дать ему то куда он тянется нравится рисовать значит в сторону дизайна наклонять его надо нравится читать там больше допустим литературу давать истории да если нравится допустим есть какие-то способности физически например да можно в сторону спорта его куда-то направить там армии например если там человек интересуется анатомии например еще чем-то либо есть какие-то конкретно уже самого детства сверхспособности значит сразу с самого детства нужно это прививать. Естественно, и питание после 14 лет должно быть все-таки больше вегетарианское, то есть нужно понимать, когда мы более правильно кормим детей, они развиваются гораздо легче. То есть не давать много мяса, не давать акохимии, конфет с самого детства. Ребенок привыкает, кстати, сахар очень сильно разрушает определенные клетки, то есть мы тоже этого сущности спрашивали, то есть хуже развитие идет. Много тоже молочных изделий не давать, давать там, допустим, иногда заменять, там, соевое молоко, там, кунжутное, изяленное и так далее. Стараться все-таки более натурально по возможности кормить ребенка, особенно летом, когда правильная энергия поступает в организм, ребенок кушает более высокую вибрационную пищу и более качественную пищу, тогда, конечно же, развитие идет быстрее. Чем быстрее вы ребенка будете приучать к духовному развитию, к медитациям и можете с собой на йогу брать, приучать его с самого детства, что-то рассказывать, больше ходить куда-то там, в какие-то там галереи показывать, чтоб ребенок заинтересовался этим с самого детства. То есть ему хотелось самому дальше развиваться. ему главное зацепиться, проявить интерес и самое еще, наверное, с моей точки зрения, нужно его пробовать с ним разные направления с самого детства, чтобы ребенок попробовал одно, попробовал второе, третье, посмотреть, в какую сторону он хочет двигаться. И тогда уже можно даже примерно понять, что он хочет, что из себя этот ребенок представляет. Бывает так, что дети вообще ничем интересуются, просто не хотят ничего, вообще ничего не хотят, а потом из них какие-то контактеры великие вырастают, провидцы, то есть такое тоже бывает, то есть человеку совершенно другая программа. Еще также очень большие ошибки, когда люди… Вот я военный, вся моя семья военная, ты тоже сынок будешь военным, а он вообще вот совершенно не должен быть военным, у него другая программа, он далек от этого. Либо там вся семья музыкальная, ты тоже должен быть музыкантом, давай там, либо еще какая-то семья, династия какая-то. То есть вот эти все подходы, они неправильные. То есть может быть, он и тоже должен быть, но не всегда, большинство вариантов, что он пойдет совершенно по-другому пути развития. То есть это очень важные моменты. Опять же таки, есть контактеры, например, когда вы не знаете в какую сторону направить ваших детей, как их духовно развить, в какие кружки им ходить, каким видом спорта им заниматься. Да, можно обращаться в контактеры, пожалуйста. И тогда за какие-то небольшие деньги можно направить ребенка. Вы сохраните кучу времени ребенку в жизни, кучу нервов себе ребенку. Много денег сохраните. А то многие идут в какие-то институты, потому что папа сказал, либо мама желала, чтобы я пошел в медицинский институт. А вот мне это не нравится. Вот я закончил и все. 50%, даже больше 50% людей, которые заканчивают высшие заведения, они не работают по специальности. В том числе и я. Ваш слуга, который полжизни отработал в медицине и отучился. И потом раз и узнал, что я не должен работать врачом. Ну, лучше понять это поздно, чем вообще никогда не понять. Поработав всю жизнь и все время что-то не так, не этак, либо деньги не платят, либо не получается что-то и так далее. То есть вот такие какие-то варианты. Всегда нужно внимательно наблюдать за ребенком. Многие дети с детства что-то уже видят, что-то чувствуют, ощущают. Но почему-то родители всегда говорят, что ты там увидел, не обращай внимания. Это нам не интересно. Дети, они более тонко чувствуют тонкий мир. Обязательно, конечно же, чтобы у детей детство было, это тоже очень правильно. Но не всегда, конечно, у взрослых есть возможность, конечно, с детьми постоянно заниматься. Потому что всегда не хватает денег. Надо на двух работах работать. Что-то делать по дому. То есть такое тоже надо бывает. Тогда нужно больше какие-то развивающие кружки отдавать. Посмотреть, к чему тянется ребенок. Одно попробуй. Второе, третье. Самое главное, когда мужчина и женщина встречаются по программе, и у нее рождаются по программе дети, они в любви рождаются. У мальчика или у девочки есть полноценная семья папа-мама, полноценно распределяется энергия в семье. Родители более-менее духовно развиваются, понимают, в какую сторону надо двигаться. И они очень внимательны к своим детям. И вот это является, наверное, залогом успеха. То есть ребенок более-менее все равно выйдет на свою программу, ему поможет англо-хранитель, когда многие люди развиваются, стучатся в двери, но им никто не открывает, они продолжают стучаться, им опять не открывают, они опять падают на колени, набивают шишки, опять продолжают стучаться. Кто-то даже видео на эти темы снимает, великие спортсмены снимают. Вот я весь переломан и сломан, но я все равно тренируюсь, я продолжаю. И мой англо-хранитель пока это не твое, друг мой, остановись, развернись, иди в другую сторону. И он все равно говорит, надо так делать, надо так работать. Многие люди обращаются, которые пашут как кони полжизни, и у них все равно ничего не получается, потому что люди не тем занимаются. У кого-то свои предназначения, миссии, кто-то совершенно другими вещами в жизни должен заниматься, не в той стране работает, надо уехать в другое место, не хватает энергии, чтобы, допустим, хватало и финансов, и не той работой занимается и так далее. Много вариантов, множество вариантов, и когда человек неправильно занимается, темные сущности легче на него садятся. И недостаточно будет количества финансов. Вообще вся жизнь рушится будет. То есть одно цепляет другое, комом снежным накатывает, накатывает, образуется огромный снежный ком, а потом человек сидит, а с чего мне начинать это все развязывать? Я даже не понимаю, в какую сторону надо двигаться, потому что они носили темные сущности, вся жизнь под откос, у человека мыслить о самоубийстве, еще о чем-то. Вот тупиковая ситуация, с которой нам приходится иногда сталкиваться. И другая ситуация, когда люди, на самом деле, очень духовно развиты, и вот реально выходят в свою программу практически полностью, что родители, что дети. Но таких людей, конечно, меньшее количество. И опять же повторюсь, если мы не будем направлять своих детей с самого детства, у нас страна потом будет номер один, третичная, вторичная какая-то, как раньше была, страна какая-то там, соцлагеря. То есть у нас должна страна быть номер один. То есть мы сами должны развиваться, развивать свою страну, объяснять другим людям. То есть это очень важная вещь. Чем больше мы сейчас будем вкладывать в развитие детей, тем нам же потом легче будет в этом обществе жить. То есть у людей должно быть сознание очень разное. Самое, конечно, главное для ребенка – это духовность. Чем быстрее вы это поймете и поставите его на путь духовности, развития, тем у него быстрее все остальное в жизни настолько будет складываться, и друзья хорошие вокруг будут, и нужное направление в жизни выберет, куда пойти учиться и так далее. Такая женщина либо мужчина рядом будет. То есть англо-хранитель начинает помогать. Итак, заканчиваю эту видео лекцию. Буду продолжать на такие темы еще снимать видео. Может быть какие-то у вас вопросы появятся – пишите под видео. Если будут какие-то интересные темы, обязательно отдельное видео сниму. Всего вам доброго, до свидания. Ну, чтобы помыть Tree. Продолжение следует...